Помню, как началась война, как отступали наши через деревню нашу, танки двигались, столько, о боже мой. Ельницкий район Смоленской области. Когда-то здесь располагалась деревня Портки. Это место стерто с лица земли в годы Великой Отечественной войны. Здесь были трагические и кровопролитные бои советских солдат с динамично наступающей фашистской угрозой. Результатом жестоких баталий в этих местах стали большие потери личного состава обеих враждующих сторон, а также страдания и лишения местных жителей, невольных участников кровавых событий. Ныне спокойные и умиротворенные леса. Они продолжают хранить в себе память тех, кто ценой своей жизни исполнял свой долг. Поисковый отряд «За Родину» прибыл сюда на открытие весенней вахты памяти. На заранее выбранном участке их уже ждали единомышленники из Сыктывкара. Я хожу с целью максимально помочь, сделать как можно больше для того, чтобы облегчить как-то задачу для поисковиков отряда десногорских ребят. Поисковый отряд «За Родину» нашли бойца, получается, нашего земляка из города Сыктывкара. И, получается, отряд «Весна Победы», который из Сыктывкара, приехал сюда за, получается, останками, для передачи останков родственникам. Совместными усилиями, движимые единой благородной целью. Отрядам удалось справиться со своей миссией и сорвать келеймо, казалось, без возвратного забытия с тех, кто принял свой последний бой на этом месте. Солдатский медальон, образца марта 1941 года, бакелитовый корпус, ну а внутри должна быть стандартная записка. Уникальное и невероятное везение. В ходе раскопок было найдено 11 медальонов солдат рабочей крестьянской Красной Армии, а пять из них удалось прочесть сразу. Это редкая удача для артефактов тех лет. Также были обнаружены останки солдат. На данной высоте уже проведена разведработа и уже есть обнаружены уже останки солдат. Мы будем сейчас продолжать дальше проводить разведку. В ходе поисковых работ с 22 апреля по 4 мая было поднято 26 советских солдат и найдено 11 медальонов. Нет сомнений, что поисковики сделают все возможное для того, чтобы каждый герой той страшной войны обрел покой и вечную память. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ.